Виктор и Алла дружили несколько лет, клялись друг другу в вечной любви и никогда не расставались. А однажды Виктора отправили в командировку. Он пообещал, что как только вернется, они сразу пойдут в ЗАГС подавать заявление. Как назло, хозяйка квартиры, которую снимала Алла, надумала ее продать и Алла была вынуждена съехать. Найти поблизости жилье не удалось и она оставила соседке записку с адресом для Виктора, но он не приезжал. Она ждала его долгих 7 лет. За это время она сменила несколько адресов, а попытки его разыскать не увенчались успехом. И вот, проснувшись однажды утром, Алла поняла, что дальше так продолжаться не может. Надо что-то срочно менять. Она уволилась с работы, купила билет на ближайший поезд и уехала в чужой город. Начать все с чистого листа. На вокзале она заказала такси и диспетчер назвала ей номер машины. Алла подошла к автомобилю молча, села на заднее сиденье, но автомобиль продолжал стоять. Алла назвала адрес и услышала в ответ. А может лучше сразу ко мне? Она не на шутку испугалась, вжалась в сиденье, но потом что-то взыграло внутри. Голос показался ей знакомым. Она медленно подняла глаза и увидела отраженное в зеркале лицо водителя. Это был ее Виктор. Оказалось, что когда он вернулся из командировки и примчался к Алле, соседка сказала, что та переехала и даже оставила адрес. Но она его потеряла. Попытки найти Аллу в огромном городе не имели успеха. И Виктор пошел к гадалке, которая сказала, что найдет он Аллу именно в этом городе, куда он сразу переехал и ждал, поверив в чудо. Как и обещал, он сразу повез Аллу в Загс.